Какой смысл говорить о том, что все и так видели? Нужно ли рассказывать про то, что можно просто купить? Мотор.ру представляет машины, на которых вы никогда не прокатитесь. Мы находимся на полигоне, где совсем недавно закончился танковый биатлон. В нем участвовали такие страны, как Китай, Венесуэла и Индия, но нам показалось несправедливым, что среди стран-участниц не было европейской страны с самой мощной армией в мире – Румынии. Мы изучили машины, стоящие на вооружении румынской армии, и для начала взяли вот это – сверкающий обновленный дастер. Вообще, на вооружении румынской армии находится дача дастер. А это – Рено Дастер. И, если говорить о российском рынке, разница между ними очень большая. Новый Рено Дастер – это новые бампера, новые фары, новая решетка радиаторов, в которой теперь не застрянет гравий. А еще это новый дизель, который построен на старом полуторалитровом блоке, но теперь немного мощнее – 109 лошадей. И, в частности, здесь повышенный клиренс – 21 см. 21 см – это много, поверьте. Безупречная реновская подвеска, которая никуда не делась. Она поглощает удары практически любой силы. Извините. Вообще, дастер прекрасен на бездорожье. И засадить его достаточно… Достаточно сложно. Впрочем, не так уж и сложно. Поэтому мы решили взять кое-что посерьезнее. Это абсолютно стандартный дастер, который немного доработали в России, специально для России, с помощью российских запчастей. И теперь он чуть лучше подходит для танкового полигона. На этой машине можно отправиться куда угодно. И раз так, мы отправляемся на войну. Похожий дастер готовится встать на вооружение румынской армии. Отличается от этого дастера он тем, что снаружи у него идет трубчатая рама, защищающая от ударов. А на крыше может быть установлен пулемет. Но еще в салоне есть кнопка ночного режима, которая гасит одновременно все внешние огни. Но когда вы едете по такой глине, никакие огни не пробьются сквозь слой грязи, которая налипает на кузов буквально через 3 секунды после того, как вы тронулись. Ребята из Рено собрали этот дастер своими силами. Они взяли стандартный дастер, полтора литра дизель, обновленный на механике, и добавили в него гусеницы. Казалось бы, все, но нет. Они адаптировали... Это не я, это звук подвески какой-то. Они адаптировали гусеницы к стандартным узлам подвески. И теперь любой человек, может, заимев такие гусеницы, адаптировать их к своему дастеру. И раз уж мы взяли серьезную машину, то и соперник нужен серьезным. Настало время для главной гонки. Что может быть круче дизельного дастера на гусеницах посреди раскисшего поля? Танк Т-80 — это масклкар для военных. Огромная мощь, пугающий шум двигателя, брутальный грозный вид. Когда этот танк приближается, вам кажется, что наступил конец света. Из-за своей чрезмерной неэкономичности этот танк понемногу покидает ряды вооруженных сил России. Ему на смену приходят более современные дизельные машины. Но нам нравится именно Т-80, потому что он безгранично крутой. «Три, два, один, поехали!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А, ребята, пока себе!» Со старта я вырвался вперед. Мне в спину направлена гладкоствольная пушка в 125 миллиметров. Она может достать меня, даже если я оторвусь от танка на 3 километра. Я не знаю, я обогнал его или нет, я ничего не вижу. Газ в пол, 5000 оборотов. Твою мать, куда я еду, где я вообще? Танк, у которого двигатель от вертолета Ми-8. Это газотурбинный двигатель мощностью примерно 1250 лошадей. Эта машина массой 46 тонн может разгоняться до 70 километров в час. Я отчетливо слышу его рев, но ничего не вижу, потому что окна залеплены грязью. Что еще хуже, он меня тоже не видит. Одна ошибка, и нас покажут во всех новостях. Газ в полу. Время включает третью, третья. Ха-ха-ха-ха-ха! Он уходит! Уходит! Нас часто спрашивают, что купить – танк Т-80 или Рено Дастер на гусеницах. Если собираетесь гоняться по прямой, надеюсь, у вас больше нет вопросов. Мотор.ру – только потребительские тесты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, вывод вам ясен. Если любите бездорожье – купите себе Дастер. Если у вас бездорожье посерьезнее обычного – поставьте на него гусеницы. А если хотите гонять по танковому полигону – купите себе танк. Это был мотор.ру – и машины, на которых вы никогда не прокатитесь! У-ху-ху-ху-ху-ху! А пальнуть можно здесь, интересно? Адинь.